С понедельника 28 мая 2018 года на первом канале состоится премьера телесериала «Гурзув». По предварительным данным, первый сезон сериала состоит из 8 серий. В данном видео вы сможете узнать сюжет и краткое описание серий сериала «Гурзув». Июнь 1965 года. За 3 года работы начальником милиции Родион Стоцкий превратил «Гурзув» в самое спокойное место южного берега Крыма. Здесь даже пляжные мошенники предпочитают не работать. Убийство кассира и милиционера во время нападения на машину, которая везла зарплату в Артек, Стоцкий воспринимает как личный вызов. Стоцкий понимает, что нападение на машину с деньгами связано с недавним расстрелом такси на Ялтинской трассе и, возможно, с дерзким ограблением в поезде «Москва-Симферополь». Но он даже не догадывается о том, что приехавшая на днях к его девушке Алине сестра с мужем – это и есть грабители из поинта. Регина и Аркадий готовят налет на подпольное казино. Тарас Зайцев, старый знакомый Стоцкого, приезжает в «Гурзув» и помогает ему в расследовании ограбления инкассаторской машины. Стоцкий понимает, что все криминальные события последних дней связаны с неким Чапаем, организатором подпольного казино в «Гурзуве». Кто-то хочет его подставить, обвинив во всех преступлениях. Вместе с Чапаем Стоцкий готовит злоумышленникам ловушку. Пока Родион Стоцкий и Тарас Зайцев ждут бандитов в засаде, Чапаев арестовывают по обвинению в убийстве. А тех, для которых была приготовлена хитроумная ловушка, находят застрелянными. Кто-то тщательно заметает все следы. Регина и Аркадий приступают к завершающей фазе своего плана мести, после которого планируют сбежать в Австралию. Выясняется, что у тех, кто хочет подставить Чапая, есть свои люди и в ближайшем окружении, и в ближайшем окружении Стоцкого. Стоцкий находит того, кто хочет подставить Чапая. Узнает он и о том, что Регина с Аркадием, которыми он постоянно общается в последнее время, причастны и к ограблению в поезде, и к дерзкому налету на подпольное казино. Регина с Аркадием доводят до конца свой план мести. По дороге в Гурзуб Аркадий арестовывают. Оставшаяся на свободе Регина готовит его побег. Расследование завершено, все преступники пойманы. Остается лишь ультинная бумажная работа. Но во время одного из допросов Стоцкий вдруг понимает, что все это время был лишь пешкой в чужой игре. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.